Жители России активно скупают новые автомобили в Казахстане. Для чего они это делают, в чем фишка, расскажу подробности в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. На днях в СМИ появилась информация о том, что в течение марта 2022 года в Казахстане резко выросли покупки и продажи новых автомобилей в автосалонах. Причем, что интересно, львиную долю этих покупателей новых машин составляют не местные, то есть не граждане Казахстана, а граждане России, которые приезжают в приграничные районы, в приграничные города Казахстана для того, чтобы купить себе новый автомобиль. В чем же здесь секрет, в чем фишка, для чего они это делают? Думаю, те, кто на сегодняшний день активно следят за ситуацией на российском авторынке, примерно представляют, с чем это связано. Во-первых, на сегодняшний день в России острый дефицит новых автомобилей. Начался он не сегодня, не вчера, а еще в прошлом году. Изначально это было связано с нехваткой комплектующих, в том числе и современных чипов. В связи с этим на многих заводах возникали перебои с поставками, причем это было не только на российских заводах, но в принципе это были глобальные перебои по всему миру. Если вы помните, я ранее также рассказывал о том, что именно из-за нехватки этих чипов в России временно даже разрешили выпускать новые автомобили без установки, положенной по требованиям, системы экстренного вызова «Эроглонас». Таким образом, получается, дефицит начался еще в прошлом году. Все вы, наверное, помните эти ситуации, когда в автосалонах менеджеры по продаже навязывали огромные наценки в виде ненужных допов, потому что им нужно было выполнять план продаж, они пытались максимально наживиться на клиентах и так далее. В 2022 году ситуацию усугубили введенные против России санкции, а также резкое падение курса рубля. Как вы знаете, из-за введенных санкций в России практически полностью остановился автопром. Что касается иностранных поставок автомобилей иномарок, они прекратились буквально в первых числах марта еще. Заводы местные, которые там производили различные в формате совместного предприятия, иностранные автомобили, они тоже постепенно приостановили свою работу. Последним буквально на прошлой неделе заявила при остановке своего завода Рено. Причем, как вы знаете, на сегодняшний день компания АвтоВАЗ тоже является частью глобальной компании Рено, в части ее подразделения Дача Лада. И, соответственно, на сегодняшний день АвтоВАЗ также имеет проблемы с производством новых автомобилей. 68% акций АвтоВАЗа принадлежит французам, и, соответственно, поэтому сейчас у них большие перебои с поставками комплектующих. По актуальной информации, на сегодняшний день единственные две модели, которые АвтоВАЗ может практически полностью собирать без иностранных комплектующих, это автомобили Лада Нива и Лада Нива Трэйвл. То есть, по сути, та же самая Нива, но в новой обертке. Даже для сборки такого простого автомобиля, как Лада Гранта, требуется куча иностранных комплектующих. Насколько я помню, там стоит система ABS фирмы Bosch, стоят иностранные подушки, даже ремни безопасности иностранные. Ну, то есть, в любом случае, все это сказалось на российском автопроме. И, соответственно, последнюю лепту в это внесло падение курса рубля. То есть, те автомобили, которые еще остались на складах у дилеров, у поставщиков, они очень сильно взлетели в цене. Опять же, возвращаясь к примеру АвтоВАЗа, на сегодняшний день, по прайсовым ценам завода, всего лишь две модели остались у АвтоВАЗа, которые стоят дешевле 1 миллиона рублей. Это та же самая Лада Нива и Лада Гранта. Все остальные модели уже давно перевалили за ценник в 1 миллион рублей. К примеру, официальных повышений в течение марта только на АвтоВАЗе было уже два. С 1 марта 2022 года и с 16 марта 2022 года. И для понимания, на сегодняшний день универсал Лада Веста Кросс в топовой комплектации стоит почти 1,5 миллиона рублей. Причем это официально рекомендованная цена завода-изготовителя. То есть у дилера, когда придете к дилеру, ценник, естественно, будет выше, потому что туда будет заложена наценка дилера, будут заложены, как обычно, ненужные вам допы. И сколько же конечная цена будет для клиента непосредственно при покупке у дилера, я даже боюсь представить. Именно поэтому на сегодняшний день можно сказать, что продажи новых автомобилей в России практически остановились. Наличку люди берегут, потому что они не знают, что будет завтра. А что касается автокредитов, ставки, наверное, вы видели. Сейчас у нас ставка реферансирования ЦБ 20%, и, соответственно, аналогично выросли и все ставки на кредиты, в том числе и на автомобильные кредиты. Все это замерло, и какой выход нашли из этого российские жители. Наверное, ни для кого не секрет, что и ранее в Казахстане автомобили по сравнению с российскими стоили немного дешевле. Этим пользовались граждане России, которые жили недалеко от границы. То есть, если они жили, к примеру, в Челябинске или в каких-то других городах, где там буквально в течение нескольких часов можно доехать до Казахстана, купить там автомобиль и вернуться обратно, многие этой возможностью пользовались уже давно. Причем, как мы знаем, многие модели, которые в России официально не продаются, в Казахстане они и продаются, и даже производятся на местных заводах. Поэтому определенный спрос в этом направлении был и ранее. Теперь же, соответственно, вот из-за этой сложившейся ситуации, про которую я рассказал, эта разница стала еще больше. То есть, автомобили, получается, в Казахстане, во-первых, есть наличие в автосалонах, не как у нас в России. Во-вторых, ценник на них, даже несмотря на то, что в Казахстане уже тоже курсы валют изменились, и там уже тоже произошло повышение цен, казахстанским ценам до российских, до российского автопрома пока что еще очень даже далеко. Поэтому цены на эти новые автомобили в казахстанских автосалонах по-прежнему остаются привлекательными для россиян. И, как отмечают эксперты, порядка более чем в 10 раз выросли покупки автомобилей в Казахстане россиянами в течение марта 2022 года по сравнению с февралем. Что интересно, заинтересовались этой возможностью не только обычные рядовые граждане, но также перекупщики и представители автобизнеса. Многие заявляют о том, что они готовы буквально там автовозами закупать эти автомобили и привозить их на территорию России. Тем не менее, по оценкам экспертов, такая ситуация продлится недолго. Предполагается, что уже в ближайшее время цены в автосалонах Казахстана также будут повышены довольно-таки существенно, и, соответственно, они уже перестанут быть такими интересными для российских граждан. Тем не менее, многие, судя по всему, уже успели закупить себе новые автомобили, особенно это касается тех, кто как раз в это время уже планировал покупку автомобиля, но передумал из-за текущей ситуации в России. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. А если вы проживаете в Казахстане, а не в России, и тем более, если вы связаны с местным автобизнесом, с автосалонами, вы можете поделиться текущей информацией с тем, что у вас происходит с продажами, с покупками, в комментариях по данным видеороликам. Я думаю, и мне, и всем остальным будет интересно очень почитать мнение с той стороны, что же там действительно происходит. Подтвердите или опровергните эту информацию. Спасибо, что рассмотрели это видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока.